Оборудование для поиска места утечки на МКС доставит новый экипаж, который отправится на станцию. Старт пилотируемого корабля «Союз МС» с Байконура намечен на завтра. Также на борт возьмут специальный герметик, с помощью которого можно будет устранить проблему. Сейчас космонавты на МКС ищут место утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда». Жизни и здоровью всех, кто находится на орбите, ничего не угрожает. Как сообщили в Роскосмосе, если утечку не удастся быстро устранить, может потребоваться доставка на станцию дополнительного запаса воздуха. Добавлю, что в среду на МКС должны отправиться космонавты Роскосмоса, два Сергея, Рыжиков и Куть-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. Мене двух часов остается до старта космического корабля «Союз МС-17». Подготовка на Байконуре в завершающей стадии. Ракета на пусковом столе уже заправлена. Около часа назад на площадку прибыл экипаж. Это россияне Сергей Рыжиков и Сергей Куть-Сверчков. А также американка Кэтлин Рубинс. После доклада о готовности они поднялись на борт, заняли свои места в кабине. Полет к МКС впервые пройдет по сверхскоростной двухвитковой схеме. От старта до стыковки чуть больше трех часов. И это будет рекорд скорости для пилотируемых кораблей. Ранее так летали только грузовые. На орбите новый экипаж проведет полгода, предстоит большой объем работ. Собой везут оборудование для поиска утечки воздуха в российском модуле «Звезда». А еще проведут более полусотни научных экспериментов. Дважды выйдут в открытый космос. Но в начале о запуске пилотируемого корабля «Союз МС-17», который отправился в космос буквально несколько минут назад. Аппарат уже находится на орбите. Он летит по сверхкороткой схеме и должен добраться до МКС за рекордные 3 часа и 7 минут. Так быстро космонавты до работы еще не долетали. Стыковка к модулю «Рассвет» запланирована на 11.52 по Москве. На борту корабля двое россиян Сергей Рыжиков и Сергей Куть-Сверчков, для которого эта экспедиция – дебют. А также астронавт НАСА Кэтлин Рубенс. На станции они проведут 177 суток. Объем работ предстоит большой. Десятки научных экспериментов. А еще Рыжиков и Куть-Сверчков дважды выйдут в открытый космос. Внимание к историческому полету огромное. В честь этого ракета появилась даже на Останкинской башне. Новость последних минут. Пилотируемый корабль «Союз МС-17» успешно пристыковался к Международной космической станции. Он летел по новой для таких аппаратов сверхкороткой схеме и достиг МКС за рекордное время – 3 часа с небольшим. Для сравнения, традиционный маршрут занимает около двух дней. На орбиту корабль отправился с космодрома Байконур. Запуск ракеты-носителя прошел штатно. Уже через несколько минут «Союз» отделился от третьей ступени и начал автономное движение к МКС. Кстати, вот как все выглядело с борта станции. Эти кадры снял наш космонавт Иван Вагнер, который сейчас находится на орбите. Ну а в состав новой экспедиции вошли россияне Сергей Рыжиков и Сергей Куть-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Вдали от Земли им предстоит провести 177 суток и выполнить десятки научных экспериментов. Вдобавок ко всему, Рыжиков и Куть-Сверчков за это время дважды выйдут в открытый космос.